Ребенок тоже постоянно в одеяле, я в одежде. За счет балкона, то что лоджия, там солнышко где-то светит, нагревает, ну так более-менее еще тепло. Сосед вчера пришел, сказал, что нужно сделать, там воздух спустить с батареи, да, чтобы отопление дали, не знаю. Спускали, спускали, пошла вода, все, воздух кончился. Ну ничего не изменилось, батареи как были холодные, так и остались. Что-то ждать дальше я не знаю, ну не вижу смысла, мне кажется, ничего не изменится. Семья Сергея Можева, как и сотни других семей северной части города, с нетерпением ждет тепла в квартирах. За коммунальные услуги платят исправно. Почему вынуждены греть квартиру при помощи газовых конфорок, не понимают. Конфликт интересов МУП «Теплоэнерго» с поставщиками тепла длится уже несколько лет. Но если с «Уралкалием» и «Магниевым заводом» еще как-то получается договариваться, то с «Соликамским» ТЭЦ в Боровске пока никак. Долг «Теплоэнерго» перед очерней компанией «Соликамскбумпрома» составляет около 70 миллионов рублей. К решению проблемы активно подключилась городская администрация. Несмотря на все действия, ООС «Соликамская ТЭЦ» срывает начало отопительного сезона в северной части города без всяких юридических оснований. Депутаты законодательного собрания Пермского края, имеющие отношение к ООС «Соликамскбумпром», никакой социальной ответственности перед забирателями не несут, а руководствуются интересами предприятия. А это выдержки из письма, которые администрация города уже направила председателю правительства Пермского края Геннадию Тушнолобову и в Соликамскую городскую прокуратуру, где нам пояснили, что письмо получили и готовы встать на защиту интересов граждан, которые исправно платят за теплоуслуги. В этом месте можно было бы поставить точку. Есть потерпевшая сторона, это жители, есть защитник в лице администрации, которая из коммунальной плоскости решила перевести дело в политическую, понятные действия прокуратуры. Но для Соль-ТВ важно услышать позиции всех сторон. Соликамская ТЭЦ является дочерней компанией акционерного общества «Соликамскбумпром». По объективным причинам ни Виктора Баранова, ни Юрия Фисюка, которые являются депутатами ЗАГС Собрания Пермского края и в чей огород был брошен камень, на месте не оказалось. И все же в акционерном обществе в комментарии нам не отказали. Режим ограничения, режим прекращения подачи тепловой энергии снимается путем оплаты задолженности, просроченной должником, либо путем подписания соглашения о реструктуризации этой задолженности. Ничего не дождавшись от уважаемых коллег из МУП «Теплоэнерго», Соликамская ТЭЦ направила свои предложения, связанные с возможностью реструктуризации задолженности. Это было сделано 7 сентября с предложением ответить нам 10 сентября. К сожалению, ответа о реструктуризации задолженности мы не получили. Мы получили график, в соответствии с которым до февраля месяца, в соответствии с которым в феврале месяце мы вместо 65 миллионов просроченной задолженности получали 136 миллионов задолженностей. Вот такой вот график. Мы не поняли немножко, подумали, может быть, шутка. Нет, нам сказали все серьезно. Последняя встреча всех участников спорной ситуации состоялась 14 сентября, накануне обязательного начала отопительного сезона. Казалось бы, договоренность о подписании соглашения о погашении задолженности достигнута. Вот и письмо с графиком погашения пришло в Соликамскую ТЭЦ вечером того же дня. Но о миллионных долгах «Теплоэнерго» в нем не было ни слова. Вместо этого муниципальное предприятие впредь обязуется исправно платить за предоставляемый теплоресурс. Между тем, Соликамская ТЭЦ уже сама вынуждена брать кредиты, чтобы рассчитываться за газ. Поставщики газа очень строго держат эти вопросы на контроле. И в любой момент, любая просрочка может повлечь перекрытие задвижки, отсутствие газа и отключение тепла. Мы переживаем за то, что это может произойти при таком развитии событий уже зимой. Но зимой, извините меня, это гораздо более тяжелая ситуация, если все это на полном ходу остановится. Пока мы ответа четко не получим, мы не хотим повышать давление воды. То есть сейчас дома, конечно, подключаются, кто-то самовольно, кто-то по разрешению администрации города. Но этим они понижают давление общей воды, и постепенно просто вода, давления не будет хватать, и горячей воды не будет, и отопления не будет. Только вот в нижней части города, вот здесь, в районе Бомкомината, самая низкая точка, здесь как бы перепад между прямой и обраткой побольше, поэтому здесь чуть-чуть потеплее будет. Вот и получается, что в некоторых районах Боровска жители уже было обрадовались теплу в своих квартирах. Но радость это преждевременная. Пока руководители организации договариваются, рядовые граждане вынуждены испытывать дискомфорт. И что самое печальное, те, кто исправно платят по счетам. Таковых, кстати, большинство. Семья Моржевых тем временем благодарят осень за теплую погоду за окном и всерьез подумывают об альтернативе батарей. Покупать обогреватели, опять это электричество, я не знаю, где-то комфортно включать газ. Ну, я не знаю, только так греться. Алексей Запутряев, Михаил Бекер, телекомпания Соль ТВ.